Летом Петербургский алкаромантический блюз. Может быть, алкаджаз. Разделение публики на две категории таких ревнивых фанатов или, можно сказать, любителей Тома Уэйтса и людей, которые, в общем-то, предпочитают собственные песни Белиз Бэнд. Я этого четко не ощущаю, этого разделения четко я не вижу, наверное, потому что, в конце концов, приходится сталкиваться с людьми, которые приходят на концерты, которые уже сказали «да», они сказали «да» Белиз Бэнду, и они согласны с тем, что делает Белиз Бэнд даже в отношении Тома Уэйтса. Я, конечно, человек самокритичный, я не считаю, что это прям так уж качественно, но каждый играет как умеет. Конечно, Уэйтс, он глубже, наверное, раз в сто, даже сравнивать нельзя с Белиз Бэндом. Зато у нас такой, получается, русский Том Уэйтс. Украли тамбурин. Только стоило отвернуться на секунду. Надо поубрать в Москве. Подвинуть или что? Не зря ее питерцы недолюбливают. Все, снова из Москвы. Тамбурин в Москве. Не родись богатым, говорил отец. Кому-то ананасы, кому-то холодец. Не родись красивой, говорила мать. Жизнь справедлива, надо ж понимать. Не уверен, что мы развиваемся в собственном ключе, потому что я в глубине души уверен, что, ну, по крайней мере, лично я ничего нового в музыке не придумывал. Это как бы все уже вторично, третично и так далее. Не знаю, для того, чтобы быть художником, не обязательно вырабатывать какой-то особый, новый, непонятный стиль. Можно же просто получать удовольствие от того, как у тебя получается. Часто сталкиваюсь с тем, что говорят, вот вы, Белиз Бэнд, ну, прям настоящая питерская группа. Мне немножко смешно, мне, конечно, очень приятно, ну, прям название Белиз Бэнд, питерская группа, ну, как, ну, это же абсурд. Белиз Бэнд это какая-то ковбойская, наверное, может быть, американская, низкопробная, лоу-файная группа, наверное. Я не знаю, радеем ли мы за корни и радеем ли мы за Петербург, как это могло бы быть. Но в чем это заключается? В песне «Оторвемся по-питерски» тут, в общем, я не чувствую ничего особенного такого. Сердце там, где твоя родина, где ты родился. Поэтому так же, как отношусь к маме, так же и отношусь к Питеру. Я вернулся в город поздно вечером, на перроне голуби вокзальные. Мне сегодня делать вовсе нечего. Вот иду и просто отдыхаю я. Хорошо быть музыкантом. Приходишь в «Семерку», а на столе тебя ждет вкусная еда, сыр, хобаса, все по-богатому, бананы, свежие. Пиво номер ноль. Реклама. Вот почему надо становиться музыкантом, потому что кормят бесплатно постоянно. Когда мы ездили по Европе и наслаждались уличными заработками по сравнению с питерскими, за день можно было заработать месячную зарплату инженера каждому. И поэтому мы с улицы не вылезали. Прямо так там и стояли. Зарое утро, холодные руки, улица, здравствуй, привет. Добрые люди, добрыми будьте, дайте бедняжки на хлеб. Много мы научились на улице. По крайней мере, мы научились кривляться так, что за это стали платить деньги. Потом потихоньку начали учиться, чуть-чуть научились играть. Хотя многие музыканты очень скептически и даже пренебрежительно относятся к биллестбенду и говорят, ну что, Билли, ну когда ты научишься уже, наконец, играть на контрабасе? Ну я говорю, я уже старый, я уже не научусь, я занимаюсь дома, я даже купил смычок. Конечно, я помню, с ладушки я дам. Что, голос слышно, нет? Слова понятны? Если непонятно, то я буду без слов. Я грешным делом подумал, что чем, черт не шутит, пойду-ка я познакомлюсь с Вейтсом. И пошел, значит, его встречать на выходе. Но когда я подошел, мне сказали, что он уже минут как пять уехал. Я посмотрел на часы и понял, что пять минут я еще был в зале, и когда все хлопали. Так что он из тех, кто покидает арену тогда, когда еще гремят аплодисменты. Ну мне как-то обидно стало, и, ну не знаю, я не скажу, что мне это было очень нужно. Мне было, скорее, любопытно посмотреть на человека, которого я столько слушал на магнитофоне. Это просто интересно. Хотя это странно. А, ну да, любовь коется, это она и есть. Спасибо, спасибо, сам человек кое, закончил. Спят игрушки, книжки спят. Окурки во всех кружках и бутылках храпят. Выдохлось пиво, а Бортвейн помутнел. Спасибо.